Эрмитаж Эрмитаж не самое очевидное место для тех, кому интересна история еврейской культуры. Но и здесь можно найти удивительные экспонаты. Например, ключи от Иерусалима. Это замок и ключи от городских ворот XII века. В 1839 году их нашли недалеко от башни Давида, которая в средние века защищала святой город и подарили русскому царю Николаю I. Строго говоря, сами ключи не являются еврейским артефактом. Во времена их создания евреи в Иерусалиме вряд ли занимались слесарными работами. Тем не менее, ключи от Святого Града Иерусалима – это важнейший символ. В этой экспозиции они открывают для нас неизвестные сокровища еврейской истории и культуры. Здесь лежит Давид, сын Михаэля. В этой могиле покоится Ханна. Здесь погребен Шабтай. В этой могиле покоится Мирием. Плита Мирием – это уникальное надгробие VIII-IX века, найденное на территории современного Краснодарского края. Уникально оно потому, что сочетает все признаки еврейской могильной плиты – мацевы. Сама по себе иконография, то есть форма изображений, характерна именно для еврейских надгробий. Эпитафия выбита в специальном углублении, а под ней важнейшие иудейские символы. Семисвечник – древний символ иудаизма. Он встречается не только на мацевах, но и на византийских фресках. Шафар – это рог, который трубят во время богослужений на еврейский Новый год, Рошешана, Судный день, Йом-Кипур и в некоторых других случаях. Третий символ, который часто встречается на еврейских надгробиях – это Лулав. Молодая ветвь финиковой пальмы, которую держит в руках при чтении благословений на праздник Суккот. Наконец, эпитафия на еврите. Надпись на плите Мирием выбита опытной рукой резчика и достаточно четко видна даже сегодня. Это полностью сформировавшаяся разновидность еврейского квадратного письма, хотя, например, на магических чашах того времени все еще использовали переходное письмо от ирамейского к еврейскому. Самое древнее еврейское кладбище в Европе находится возле средневековой крепости Чуфут-Кале в Крыму. Оно существует как минимум с конца XIII века. Там сформировался особый канон для эпитафий. Вводная часть говорит о том, что в этой могиле кто-то лежит, дальше имя и фамилия погребенного, и обязательно, если не полная дата, то хотя бы год смерти. После этого шли разнообразные благословения или евлоги. Резчики брали плату за каждую букву, поэтому чем богаче была семья покойного, тем длиннее были евлоги. Существует несколько версий поселения евреев в Северном Причерноморье. По первой версии они бежали из Иудеи, которая входила в состав Римской империи еще до восстания Бар-Кохбы. По второй спасались от гнева императора Адриана после восстания. Но у самих жителей этих поселений наиболее популярна версия, отсылающая к событиям прошлого тысячелетия. Она гласит, что эти люди были потомками иудеев, спасшихся из-за сирийского плена, или они были изгнаны после разрушения царем Навуходоносором иудейского царства, а, возможно, бежали после переселения в Вавилон в значительной части иудеев. С иудейскими поселениями этого региона связана одна из самых громких исторических мистификаций XIX века. Ее автор Авраам Феркович был писателем, историком и коллекционером. И он в буквальном смысле переписывал историю, чтобы добиться особого статуса евреев-караимов в Российской империи. После трех разделов Польши в XVIII веке Российская империя оказалась страной с самым большим еврейским населением в мире. В это время на Крымском полуострове уже была большая и богатая община евреев-караимов, последователей иудейской секты, которая возникла в VIII веке в Багдаде. В России караимы жили компактно в Крыму, Литве, Галиции и на Волыне. Но поскольку евреи в целом были здесь ущемлены в правах, то караимы пытались доказать, что они другие и исповедуют, что называется чистый иудаизм, не имеющий того, что христиане называли главными грехами раввинизма. Во-первых, караимы признавали авторитет Библии, но не признавали Талмуд, который был якобы антихристианским. А во-вторых, евреи-караимы не участвовали в распятии Христа. Чтобы доказать, что караимы не распинали Христа, нужно было доказать, что они жили на территориях Крымского и Таманского полуостровов еще до его мученической смерти, то есть до нашей эры. Феркович занялся поиском и модификацией древних рукописей. Он изменял в них датировки, дописывал караимские имена и локации, но рукописи не привязаны к месту. Их можно увезти или привезти. А вот что точно говорит о том, что караимы жили именно здесь, так это надгробья. Много лет Феркович с единомышленниками занимались фальсификацией иудейских надгробий Мацеф на Крымском полуострове. Они сочиняли надписи, удревняли даты рождения и смерти на надгробьях, и они даже обнаружили там, а вернее подделали, могильную плиту иудейского проповедника Исаака Сангари, который по преданию убедил Хазар принять иудаизм. Так или иначе, во второй половине XIX века караимы своего добились. Их признали честным народом в составе Российской империи, и освободили от еврейских повинностей, от двойного налога, обязательные службы в армии и запрета на проживание вне черты оседлости. Только в XXI веке, после комплексного анализа еврейского кладбища в Чефут-Кале, сопоставляя расположение, иконографию и датировки на разных могильных плитах, ученые смогли отделить настоящие памятники от подделок Ферковича. Один из таких настоящих памятников, правда, найденный все же не здесь, а в Краснодарском крае, это уникальная плита Мирия, еврейки, которая жила там в VIII или IX веке. Мы по сей день не знаем, кто были эти люди, жившие и умершие на территории современной Тамани, Тмутаракани или Керчи, откуда они пришли и куда канули. Но ясно одно, древние иудеи поселились в этих местах еще много веков назад. И в каком-то смысле, они до сих пор среди нас. Во всяком случае, память о них жива и хранится в современных музеях.